Дети делают забавные вещи, особенно когда они пытаются побороть систему. И эти 20 юных гениев невероятно удивят вас своим поведением. Посмотрите это видео до конца, чтобы увидеть маленького умника, который понял, как можно играть на улице, оставаясь при этом внутри дома. И если вы любите забавные детские выходки так же сильно, как мы, то обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте лайк под видео. А теперь 20 маленьких гениев, сломавших систему. Папины газы Этот маленький ученый хорошо разбирается в своей науке. И он смело это доказывает в своей домашней работе, в которой нужно было нарисовать примеры твердого тела, жидкостей и газа. Парень справился с заданием, однако его папа теперь, возможно, захочет изменить свои гастрономические привычки. И, вероятно, вся семья захочет отказаться от острой мексиканской пищи. Особенно нам понравилось, что на картинке также изображена мама, которая говорит «фу». Мы думаем, что мальчик на всю жизнь усвоит отличия разных состояний вещества, но мы также хотим, чтобы он понял, что некоторые дела должны оставаться скрытыми от посторонних глаз. Надеемся, что отцу не было слишком стыдно. Мальчика точно ждет блестящее будущее либо художника, либо комика. Не отрывай от меча глаз Теперь посмотрим на этого прелестного мальчика. Он хочет следовать инструкциям своего отца во что бы то ни стало. Когда ему говорят «не отрывать глаз от меча», он понимает эти слова буквально. Мы, взрослые, не всегда понимаем, как странно звучат наши слова, пока не начнем объяснять их ребенку. Эта будущая звезда бейсбола четко делает то, что ему говорят, а реакция отца просто бесценна. А что может быть дороже улыбки наших родителей? Может, когда-нибудь этот ребенок будет играть в высшей лиге. Но пока не отрывай от меча глаз. Розы красные, тесты сложные Этот смышленый математик нашел легкий ответ в своем тесте. Задача простая. Тони купил дюжину роз. Половина из них красные. Сколько роз не красные? Что ответил ребенок? Половина. Если бы это был тест по нахождению очевидных ответов, то этот ребенок получил бы пять с плюсом. Однако нам кажется, что учитель ждал другого ответа. Мы так и представляем, как этот ребенок откидывается на стуле и надевает черные очки, в то время как остальные ученики пытаются решить тест. Технически ответ верный. Так в чем же проблема? Похоже, перед нами еще один Феррис Бюллер. Тост за Новый год Этот трехлетний гений начал новую семейную традицию. Все началось вполне безобидно. Девочка просто спросила у родителей, что особенного в праздновании Нового года. Они сказали, что в Новый год принято поднимать тост. Так что неудивительно, что через несколько часов девочка пришла и спросила, ну что, мы будем делать тосты? Это просто лучшая идея за весь год. Кто откажется отмечать Новый год с тостом с джемом в руках? Понятно, почему родители решили начать новую семейную традицию. И как приятно, что этот ангелок тоже участвует в этом праздновании. Возможно, она потом передаст эту традицию и своим детям. Съешь половину винограда Этому ребенку нужно дать награду за самое неукоснительное следование словам родителей. Все дети любят вкусняшки. И чем их меньше, тем больше их хочется. А чем их больше, тем меньше шансов, что вы их захотите съесть. Этот ребенок сказал, что его мама дала ему слишком много винограда. Поэтому мама сказала ребенку съесть только половину. Именно это и сделала девочка. Откусила от каждой виноградины половину. Остается один вопрос. Кто съест оставшуюся половину? Или, правильнее сказать, половины? Технически тут придраться не к чему. Так что маме не на что жаловаться. Покорми кота Важно воспитывать в детях ответственность, в том числе и в отношении домашних животных. Именно об этом думали эти родители, когда просили своего ребенка покормить кота. Кот, естественно, остался в недоумении. И если бы он умел говорить, то точно сказал бы, ты что, издеваешься? Но ребенок посчитал, что все делает правильно. Ведь кошки тоже должны питаться правильной пищей. Мы считаем, что целый нечищенный апельсин, как ничто другое, является символом любви и заботы. Может, после этого ребенок захочет научить кота вязать свитера. На улице слишком хорошо, чтобы оставаться дома. Когда мы были детьми, наши родители постоянно говорили нам, чтобы мы шли играть на улицу. Теперь со всеми этими видеоиграми мы должны прилагать еще больше усилий, чтобы напоминать детям, что вокруг них есть реальный мир. Но когда мама этого маленького геймера сказала ему не сидеть дома и выйти на улицу, она ожидала совсем другого. Технически он на улице, но он продолжает играть, так что все в плюсе. И хотя он не бегает и не прыгает, ему все же пришлось потрудиться, чтобы вытащить на улицу стол, стул и компьютер. Маленький умник нашел способ обыграть систему. Мыслитель На одной выставке современного искусства мама сказала этому маленькому ценителю подумать над значением произведений, которые он видит. Потом она сделала этот снимок и выложила его в интернет. Нет сомнений, что мальчик воспринял слова своей мамы всерьез. Если бы ему нужно было бы написать отзыв об этом произведении, то он был бы примерно таким. Это уменьшенная версия классических римских фонтанов, в которых скрыто желание быть чем-то большим. Эта мама явно воспитывает большого шутника, и его шутки прекрасно подходят к ситуации. Нарисуйте руки у часов Мы живем в мире цифровых технологий, поэтому у многих детей возникают проблемы с определением времени по обычным часам. Особенно несладко приходится учителям, которые должны показать, как пользоваться механическими часами. В английском языке стрелки часов дословно называются руками. И этот ребенок, видимо, сильно удивился, когда учитель попросил его нарисовать руки у часов. Зачем часам нужны руки, если они сообщают время? Но этот ученик выполнил задание учителя и дорисовал руки всем часам, хотя время по ним все равно определить нельзя. Ускоряя компьютер Отец этого четырехлетнего мальчика сказал ему, что чинит компьютер, чтобы он работал быстрее. Маленький гений задумался над этими словами и придумал блестящее решение. Через некоторое время он подошел к папе и сказал, что теперь компьютер будет работать быстрее. Позже отец обнаружил ежика Соника среди проводов и плат в системном блоке. Все знают, насколько быстр Соник, так что вполне логично, что он ускорит любое оборудование, в которое его положат. Мальчик точно вырастет либо компьютерщиком, либо мастером розыгрышей. Может, после этого компьютер и не стал работать быстрее, но он стал намного милее. Покажи свои размышления. Честно говоря, постановка вопроса в тестах иногда может быть странной. Некоторые даже могут вызвать тревогу. И вот вам пример. У Бобби есть четыре десятицентовых монеты, у Эмми двадцать пенни. У кого больше денег? Ученик ответил правильно – Бобби. Но в следующем задании нужно было показать ход своих мыслей. Но ученик взял и нарисовал себя, думающего о правильном ответе. Он даже написал слово Бобби в облаке, означающем мысль. Мы считаем, что это совершенно верный ответ. Сказка на ночь. Дедушка этого мальчика сказал ему приготовиться к приключению перед сном. Недолго думая, наш маленький исследователь надел на себя теплую шапку и взял фонарик. Это, наверное, самое милое фото, что мы видели. Мальчик прижимается к дедушке и готов ко всему, что может рассказать книга. Никогда не знаешь, когда тебе придется лететь на дельтаплане над дикими лесами, исследовать вулкан в Исландии или открывать новые арктические земли. Каким бы ни было приключения, эти двое готовы к нему. Надеемся только, что дедушка приготовил пару сэндвичей на случай, если юный путешественник проголодается в дороге. Пользуйся палочками. Знакомясь с экзотической кухней, важно погрузиться в новую культуру. Именно так думала мама этого ребенка, когда они пошли в японский ресторан. Умелое использование палочек само по себе требует хороших навыков, но парень вышел на новый уровень. Он не знал, как с помощью палочек нужно есть суп, поэтому он взял ими ложку. Он изобрел новый столовый прибор – ложка на палочках. Его нужно познакомить с мистером Мияги, потому что мальчик наверняка скоро сможет поймать муху с помощью палочек. Отличная работа, мальчик-сан. Дай собаке воды из банки. Работа по дому. Разве это не лучший способ научить ребенка ответственности? Но некоторые задания требуют четкого объяснения. Например, мама этого ребенка попросила его дать собаке воды из банки. Однако она не уточнила, что воду нужно перелить из банки в миску. Разве ребенок виноват, что он сделал именно то, о чем его просили? Или же он просто хотел поскорее сделать свое дело, чтобы пойти смотреть мультики? Как бы то ни было, надеемся, что у его собаки длинный язык. Но мы уверены, что в следующий раз родители будут яснее ставить задачу перед ребенком. Эта юная модница любит примерять новую одежду. Представьте, как она была расстроена, когда ее мама запретила ей снимать вещи с вешалок в магазине. Но когда девочка увидела этот предмет одежды, она не смогла устоять. Матери оставалось только найти свою дочь в таком вот виде. В принципе, правила она не нарушала. Жилетка осталась висеть на вешалке. Однако в ней поселилась маленькая любительница ходить по магазинам. Цвет ей определенно подходит. Как вы думаете, она смогла убедить свою маму пополнить ее гардероб? Положи костюм пиццы на место. Многие родители знают, каково это ходить с детьми по магазинам. Все начинается с быстрой покупки всего необходимого, а заканчивается приобретением кучи ненужных вещей. Например, костюма пиццы. Этот ребенок очень сильно захотел себе такой костюм. Однако родители тут же сказали ему положить его на место. Но разочарованный ребенок забыл, где он взял этот костюм. Поэтому он положил его в холодильник с замороженной пиццей. Логично, не правда ли? Нарисуй клетку растения. Когда учитель попросил нарисовать клетку растения, он явно не ожидал такого. Дети изучали строение клеток растений. Но один из них придал этой фразе совершенно новое значение. Он даже написал рядом со своим рисунком «нет окон и железные прутья». Даже растение в клетке нарисовано очень грустным. Однако нам интересно, как провинилось это растение? Вымогательство у пчел? Опыление без разрешения? В любом случае, нам кажется, что это довольно умный ответ. Однако родителям ребенка стоит поменьше смотреть криминальные шоу по телевизору. Дети любят помогать своим родителям с их работой. И эта двухлетняя девочка не исключение. Когда папа ей сказал, что ему нужно доделать миксы на компьютере, она тут же пошла на кухню и принесла миску и венчик. Она положила это на стол, уверенная, что это ускорит папину работу. В конце концов, для работы всегда нужны подходящие инструменты. Полагаем, что это не совсем то, в чем нуждался ее папа. Однако мы уверены, что ему понравилась та искренность, с которой его дочь хотела помочь ему. Ни шагу на улицу. Когда этому мальчику сказали не выходить на улицу, он нашел умный способ добиться своего, не нарушив правил. Его находчивости можно только поаплодировать. Он и на улице поиграл и не ослушался свою маму. Она сказала ему ни шагу на улицу, но ничего не сказала про остальное тело. Этой маме нужно быть готовой ко всему, поскольку она воспитывает хитрого переговорщика. Ей можно только посоветовать тщательно обдумывать правила поведения для своего сына. Ну вот и все. Это были 20 детей, сломавших систему. Если вам понравилось видео, поставьте под ним лайк. Спасибо за просмотр!